Всем здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите канал Мы Живем в Латвии. Сегодня у нас уже пятница, 14 июня 2024 года. С чем я всех и поздравляю. Пятница, почему поздравляю, конец рабочей недели. Завтра, суббота, выходные дни наступают, да, а там скоро уже и мига. Ну, немножко расскажу я вам чуть-чуть про погоду, чуть-чуть только, друзья, перед новостью. Потом послушайте новость. Довольно-таки интересная новость. Я прямо скажу, погода не очень, ну, можно сказать, мягко нехорошая. Почему? Потому что идут в нашем непосредственном городе, сегодня вот пятница, с утра, как началось все, дожди. То идет, то ливень, кратковременный причем, как налетит, налетит туча такая. Ливень, ливень, хопа, все, уходит, приходит другая туча. Мелкий, мелкий моросящий дождь, 14 градусов. Ветер не сильный, почти без ветра, друзья. Вот эта сырость прохладна. Уже в маечке, в маечке, о, поправлю как раз, не буду ничего вырезать, друзья. В маечке вот такой рубашечке уже не выйдешь. Выйдешь, немножко погуляешь, только соплей намотаешься, и все, больше ничего. Ну, вот сыро, конечно же, друзья. Перехожу к новости. Ну, надеемся, что будет вот в ближайшие дни потепление. Ну, кратковременное, друзья, потепление. Даже до 30 градусов. Я не стал переодеваться, не стал красную шляпу одевать. Ну, когда-нибудь одену. Если будет хорошая информация, возможно, сегодня найду, покопаюсь. Перехожу к новостям, друзья, да. Да, очень интересный. Послушайте, пожалуйста, про главного стрелочника. Кто у нас стрелочник главный? Главный стрелочник, вы понимаете? Каринш не подозревал о необходимости финансирования Раи Балтика. Ускоколейки. Да, друзья, послушайте. В самом конце, да и в общем, в процессе всей новости я вам сейчас расскажу. Про финансирование. Не подозревал он о необходимости финансирования Раи Балтика со стороны государства. Государства Латвии. Ну, кем он был у нас? Один срок отмотал и еще годик отмотал, да? Срок. Срок отмотал. Давайте, друзья, выпьем с вами. За пятницу хотя бы. За ваше здоровье. Начинаем разбираться, почему он стрелочник главный. Бывший премьер-министр, а ныне, вот он кто, ныне депутат Сейма, Кришинис Каринш, он от нового единства, я на всякий случай напомню. Во время своего правления, правление, слово знаете такое, правление, знаете, не был проинформирован о том, вот не был он проинформирован, о том, что проект Раи Балтика, узкоколейка, потребует, я уже добавляю узкоколейку, чтобы ясно было, потому что за границей не могут понять, что это такое за Раи Балтика. Раи Балтика потребует финансирование со стороны правительства. О, как. Вот он не думал. И ему не проинформировали, что будет, что потребуется со стороны правительства. Денежки надо где-то искать, а. Государственный контролер Эдгар Корчагин ранее сообщил средствам массовой информации, что тогдашний министр транспорта Таллис Линкайц, от новой консервативной партии он, принимал решение и, конечно, знал об изменениях. Но, заметили, сколько но, но, и остальное правительство должно было интересоваться проектом по собственной инициативе. Я немножко добавлю, а на что они там поставлены? Они только присутствуют и значатся, да, в правлении в этом, да? Ну, посмотрите, послушайте дальше, посмотрите. Понятно, что это обоюдоострый меч. Понимаете? Понятно, что это обоюдоострый меч. С одной стороны, министерство должно говорить ясным языком, но с другой, ну ты меч, вот видите, вот с одной стороны остро и с другой стороны остро. Вот, не знаю, надо было приготовить мне, хоть линейку показывай, бог с ним. Вот с этой остро и с этой остро. Вот сейчас речь идет про это, да? Вот меч. Вот меч. Послушайте дальше. Обоюдоострый меч. С одной стороны, министерство должно говорить ясным языком, но с другой, правительство должно играть более активную роль в отслеживании реализации такого амбициозного проекта. Это заявил генеральный аудитор. В ответ... Генеральный, понимаете? Ой, там сколько. Сколько нормальных. В ответ на просьбу прокомментировать свою ответственность и рассказать, каким был его личный контроль над этим проектом, уже экс-премьер Карриндж заявил, что вопрос о реализации проекта всегда стоял на повестке дня встреч премьер-министров трех стран Балтии. Трех стран Балтии. То есть, Эстонии, Литвы и Лаконии. Ну, я дополняю. И обсуждения касались только более эффективного управления проектом. Понимаете? Нет, не конец. Сейчас. Развязочка начинается. Правительство Карринша также заслушало, заслушало несколько докладов Министерства транспорта о проекте. Но, опять но, но, что касается финансирования, то, кавычки открываю, касается финансирования, то информация была такова, что его можно получить от Европейского Союза, а государственное финансирование не требуется. Как вам такое? Так, Карринш заявляет. Да, он отвечает. Ой. Главный стрелочник. Вот слушайте дальше. Аналогичный комментарий сделал сегодня министр финансов Арвилс Ашераденс, подчеркнув, что ответственность за сложившуюся ситуацию в значительной степени лежит на Министерстве транспорта. В том числе на бывшем министре Линкайтисе, который постоянно вносил дополнение в проект. Как вам такое? Эй, не конец. Вот начинается. Если министр все время говорит, что все в порядке, что это деньги Европейского Союза, то не верить, не верить, не было причин. Можно я остановлюсь, я потом закончу, друзья? Чуть-чуть, иначе я забуду. В смысле собьют меня? Ну вот эти вот, да, 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 предложения, друзья. Послушайте внимательно, все будет, разберемся со всеми. За ваше здоровье с пятницей. Так, наверное, сбились. Так. Если министр все время говорит, что все в порядке, то эти деньги ЕС, повторю специально, то не верить не было причин. Мне писали в комментариях, Сергей, что ты там ерунду плетешь? Да от чего ты это взял? Ни с какого, с народа эти деньги не берутся, ни с цента, ни, хотел сказать, ни сантима. Но когда латы были, так привычно было. Сантимы, латы, латы, сантимы. Такие красивые, хорошие денежки. Небольшие, приятные денежки. Но, денежки, да, я говорил, что это все тянут и будут тянуть с народа. Почему-то тормоз такой сейчас стал. Везде не стало хватать денег. Везде. Представляете? Везде, абсолютно, везде реформы пошли. Какие реформы? В кавычках реформы. Сокращение все закрывает. Ну, где реформа, значит, это закрытие, сокращение всего. Я молчу про железную дорогу. Сколько посокращало? Посокращали, поувольняли. Это часть я только зацепил. Деньги с народа будут тянуть. И тянули. Как же так? С европейской... Помните, новость была? Новостей много этих было, друзья. Я в том числе вел тоже. Так вот, слушайте внимательно заключение. Сейчас самая главная жирная точка будет. Еще повторю. Если министр во время... Все время, извините. Все время спешу сообщить вам, конечно же, друзья. Новостей во! Как я всегда говорю. Но ясность проявляется, ясность. И еще раз доказывает, что некомпетентности наших... Понимаете, кого? Вообще, вы посмотрите. Поднимают зарплаты. Ни стыда, ни совести. Под такое вот... Вот такой бардак. Это вежливо. Безобразие. Они поднимают себе зарплаты. И если министр все время говорит, что все в порядке. Что это, проще сказать так. Что это деньги Европейского Союза. То, кто не верит, не было причин. Так вот, Янис Виттенбергс, он от национального блока, был первым, первым министром транспорта. Вспомните. Который в прошлом году сказал, что все плохо. Я это тоже говорил вам. Именно вот эти слова говорил. Что все плохо. Но это все мимо ушей пропустили. И я говорил, что это закончится все плохо. Что так никто не начинает проект. Я, тачка и инвалид по профзаболеванию. Я больше мог бы сделать. И намного быстрее. Вот дали бы мне один, только вот один корпус этого проекта. Ну, в смысле, опалубку. И опалубки, да. Часть. Метров 10-20. Но один. Понимаете, один. И вот в высоту, и в ширину я бы больше тачкой навозил. И забетонировал. Да, сам заметил. Ну, конечно, бетонную мешалку. Маленькая это бетонная мешалка. Обычно стандартная. Ну, сколько не ездили мы туда. Я говорил жене. Смотри, что творится. Все стоит на месте. Создали вид бурной деятельности. Расставили технику и все. Так вот он, что заявлял. Что все плохо. Я не Свитенберс от национального блока. Был первым министром транспорта. В том, который в прошлом году сказал, что все плохо. А всем все хорошо. У нас все зашибись. Как это? Что люди слепые? Это сказал министр финансов Арвил Саджи Ашераденс в интервью латвийскому радио. И я в том числе вам сказал. Повторил и сказал. Много раз повторяю. Зато запомните надолго. Будете знать в курсе. Да, меня спрашивали очень много раз. В те годы. Вот когда только начинался этот проект. Что же там с проектом Райбалович? Как же? Как там? Когда пойдут новые поезда? И кто-то говорит. Господи, друзья. Ну тут перебилось все этими Виви поездами Шкодова гонка. Помните? Да помните вы, друзья. Конечно же, помните. Я тогда уже говорил. Что-то тут не то. Что-то тут не так. Так дела не делаются. Я никакой не спец. Я не заканчивал никаких академий. Тут не надо ничего заканчивать. Никаких институтов и университетов. Тут все понятно. Но я прошел, как говорится, огни и воды. На практике знаю, как это все делается. И да, руководил тоже людьми. Знаю, как это все. Организации вот этого всего труда. И организация всего строительства и так далее. Без разницы. Металлоконструкции. Как собирать. Сборка. С чего? Все с нуля. С каждой мелкой частицы. С каждой мелкой деталь. Без малейшей маленькой детальки. Никакая конструкция не получится. И не начнешь ты эту конструкцию. Друзья. Собирать даже. Если не будет хватать даже вот одного болтика. Или одной гаечки, которая приваривается. Нельзя. А потом туда не подлезть. Вы понимаете, к чему я клоню, друзья? Как они могли продумать и вообще думали ли они? Ну тут про финансы идет речь, друзья, что нехватка. Как это они так проворонили? Или это вообще на самотек пускали? Самотек. А идет и идет. Ну идет и идет. А Евросоюз будет делать. Европейские деньги вот они и будут пускать. Думают. Как это так? Как же так? Вас информировали сразу. Мимо ушей пропустили. А вы тогда были заняты другим. А чем они были заняты? Напомните мне, пожалуйста. Вот я к чему. Я эту новость просто так не хотел рассказывать. Зачем? Чем заняты? Тот же самый премьер-министр. Тот же самый. В общем, все заняты были. Все. Все буквально тогда еще новости делали. Вы займитесь своими делами. Что вы лезете туда? А-а-а. Ну догадайтесь, чем они были заняты. М? Особенно в 22-м году. Летом. Весна, лето. Осень. 22-й. 23-й. Вот сейчас 24-й. Немножечко. Ну все. Правильно. Кто догадался? Я просто от всего сердца благодарен вам. Догадались. Поставьте лайк. Подпишитесь на наш канал. Кто еще не решился подписаться на наш канал. Напишите какой-то комментарий. Да, конечно же. С разрушением этих памятников. Русский язык у них на первом месте был. Они заняты были. Забыли? Забыли. А нет. Народ-то не забыл. Скажите, Сергей. Ну как же? Вспоминайте хорошень. Все были заняты. Ну когда вот это началось, вот это все, да. Вы понимаете, что началось, да. Извините, друзья. Да им до лампочки был этот проект. И что будет дальше? Вообще непонятно, друзья. Денег нет. Но я еще очередную новость сделаю. Заняты были другим. Взялись за граждан России. Взялись за русский язык. Взялись за русский язык в школах и так далее, и так далее. В детских садах. Вот это у них было на первом плане. А это им было до лампочки. Вы понимаете? Вот. Не в бровь, а в глаз прям, друзья. Я не знаю. Пишите комментарии. Что я? Ошибаюсь? Нетем они были заняты. Ведь тогда все эксперты, все деятели, вот кто вот эти вот в средствах массовой информации тоже все пестрило, прям заполнено было. Чем занимаются? Посмотрите, как это понять. Не я один это заметил. Вы не заметили это? Я лично заметил. Какими-то табличками переименований улиц. Что вам это дало? Вот. Вот. Вам было некогда заниматься этими проектами. Или я ошибаюсь? Если я ошибаюсь, напишите тоже мне, пожалуйста. А время-то шло. Помните, сколько у них заседаний было? Посчитайте. Там считать даже нечего. На это они быстро время нашли. А на другие дела не время, нет. Они сейчас в отпуск скоро пойдут. Кто? Ну, конечно же, депутаты. Сейм. Все пойдут. Они устали. Они устали. И какие деньги будут получать? Как они будут сладко спать, сладко жить, жировать и так далее. Ну, а это-то как? Это-то как разгребать? Кто будет как? На народ спихнете? Перейти мне на мат, друзья, нет? Я бы сейчас коротко, ясно объяснил. Он как птички поедет. Вам, наверное, не слышно. Красиво. Дождичек только закончился, друзья. Вот я погодой начинал. Не хотелось настроения. А ведь мы так, мы в одном котле варимся, друзья. Расхлебывать-то нам. Мне, вам, сидящим перед экраном, любого, мобильный телефон вы смотрите, либо монитор другой, либо телевизор какой-то, смарт-тв или так далее, где вы через что смотрите. Кстати, спасибо вам большое за поддержку нашего канала. Ну, расхлебываться народу опять. За их не ошибки. Это не ошибка. Вредительство, друзья. Преднамеренное вредительство. Как же так? Главный стрелочник. Это и все. Это и все. А кто отвечать будет за все это? Как же так? Эстонцы говорили, эстонские деятели. Они всю правду рассказали. Про этот проект, кстати. Тоже виделись. Заходите к нам на канал. Посмотрите. Имею полное право высказать свое мнение. Ну, как же. И Силеню сказала. Все сказали, что мы живем в свободном, демократическом государстве, где соблюдаются законы. И, в общем, все соблюдаются. Права человека, свобода слова, в котором в Конституции прописано даже. Имеешь полное право высказывать свое мнение. Это для некоторых, которые что-то подумывают, что-то побаиваются. Что тут такого? А вот что такого, друзья. Это все на наши плечи опять. Повторяю. На плечи народа. И так, концы с концами, большая половина населения, и то многие даже не могут заплатить за квартиру. Многие повторяют. И тут еще это на плечи. И кто поможет? Тогда, я же говорил, давно уже говорил, денег больше не будет оттуда. Они же заявили в открытую, что все, ищите где хотите. У вас своя экономика, у вас свое государство. Думайте своей головой, и так далее, и тому подобное. Давно уже говорили. А эти заявляют? Нет. Мы не были проинформированы. Мы думали, что все будет ЕС платить. Ну, ни хрена себе, друзья. Все, на этой ноте я заканчиваю. Птички поют? Да. Правда, был и гром. Вчера был, сегодня не было еще. Гроза была. Да, 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 да. Налетит, налетит, опять уйдет. Опять влажность, влажность, влажность. Вот хорошо мы прокосили травочку. Да, травку прокосили. А по-сырому нельзя же косить, понимаете? У нас тем более электрическая. Бензиновая тяжеловата. Я имею в виду косилка, газонокосилка, да. Вот как напивают. Соловьи, скворцы. Каких только нету птичек. Какие красивые. Ой, а иногда сойки. Сейчас сойки что-то не вижу. Сойки, может быть, они очень всю зиму. Какие красивые, как попугаи. Цветные такие. Сойка, да, сойка. Ну, как-то одно время не знали. Мы тоже видео начали снимать. Я говорю, что за птица такая красивая? В комментариях спасибо вам большое. Это сойка, говорит. Да, я так увеличил. Красивая. Ой, какая красивая. Как попугайчики такие. Ну, вот таких вот размеров. Порошенькие такие. А сейчас поналетело этих птичек. Там утки у нас. Там, ой. В нашем вот этом пруду. Пишите комментарии, друзья. Красиво на улице. Воздух после дождя. Песня еще после дождя. И так далее. Напишите комментарии. Что вы думаете вот про это вот? Да я не... Карнич не подозревал о необходимости. Не подозревал. Представляете? Премьер-министр. О необходимости финансирования вот этого проекта Райбалтика со стороны государства. Как это понять? Вот так у нас вот управляется. Все. Спасибо большое. Желаю всем здоровья, счастья, благополучия, мира, добра и дружбы между народами. Ну, не получаются короткие видео, друзья. Ну, никак. Вот хуй я... Ну, нет, терпежу. Вот хочется рассказать. Рассказать и с вами побеседовать. Вот порассуждать. Как же это так? А я говорил, вспомните. Давным-давно. Еще только начиналось. Так никто не начинает. То это будет все плохо. Следующая новость, скорее всего, тоже будет. Не знаю, друзья. Сделаю, не сделаю. Это равносильно, что аппендицит через... Либо это через задницу врезать, либо через пятку. Вот так вот проект у нас начался. Все вот этот вот. Именно в нашей части. Латвийской части, друзья. Потому что канал называется... Мы живем в Латвии. Спасибо большое за поддержку нашего канала. Еще раз всем здоровья желаю. Благополучия, мира, добра и дружбы между народами. Не забудьте, поставьте лайк под видео, друзья. Подпишитесь, кто не подписан на наш канал. Заранее всем большое спасибо. Да, комментарии. Большая просьба. Что вы думаете вот про это? Почему это? Как это так? Как же так? Потому что, которая новость. Как же так? И почему? Как? А никто ни за что не отвечает. Везде все нарушения страшнейшие. Это преступление. А никто не отвечает ни за что. И не хочет. Все. Ой, я беру на себя. Да я беру на себя. Все, друзья. Я не перехожу на мат пока. Пока. До свидания. Спасибо вам большое. До следующих видео.